Как некий цинцинатус, я кушаю хлеб свой в поте лица, писал Чехов о мельховской жизни. Папаша по-прежнему философствует и задает вопросы. Вроде, зачем тут лежит снег? Или, почему там есть деревья, а здесь нет? Подобно всем таганрожцам, он не способен никакой другой работе, кроме как к возжиганию светильников. В Мелихово Олег Николаевич о чем только с нами не разговаривал. Воспоминания о родителях начались с простого вопроса. А вы родились в Москве? Я, да, такой самый коренной москвич. Угол Гагаринского и Староконюшина. А кто вас воспитывал? Меня в основном мать воспитывала. Отец работал, много работал, а мать, мы жили в коммунальной квартире. Помню, как мать прибегала с кухни для того, чтобы передышать, чтобы снова кинуться в бой. Вот такие вещи помню. Ну, дело не в этом. Она тоже была женщина, ну, в сравнении с отцом, очень темпераментная. Очень. Ей иногда просто застило глаза на какие-то вещи. Но, тем не менее, все равно она очень была. Очень любила меня, конечно. А вы на кого больше похожи? На папу или на маму? Я думаю, в какие-то моменты на маму, в смысле какого-то характера. А в смысле конструкции, что ли, структуры, конституции, как говорят. Это я больше наца. А он, слава богу, не подвергся никаким репрессиям, гонениям. Репрессиям не подвергся. Хотя не был коммунистом, был верующим. А вся наша коммуналка, это были старые большевики. И когда между ними происходили, это все на моей памяти, так сказать, 30-е годы. Ведь были всевозможные дискуссии в партии, там в черте что было. И поэтому он был таким вроде примирителем. Николай ему кричали, скажи Ваньке там то-то, то-то, или наоборот, и так далее, и так далее. Так что, всяко было. В одно из воскресений ко мне неожиданно явился доктор Благовод. Он был в кителе поверх шелковой рубахи и в высоких лакированных запагах. А я к вам начал он, крепко, по-студенчески пожимая мне руку. Каждый день слышу про вас и все собираюсь к вам потолковать, как говорится, по душам. В городе страшная скука, нет ни одной живой души, не с кем слова сказать. Жарко, мать причистая, продолжал он, снимая китель и оставаясь в одной шелковой рубашке. А я сниму пиджак хотя бы. Голубчик, позвольте с вами поговорить. Мне самому было скучно и давно уже хотелось побыть в обществе не маляров. Я искренне обрадовался ему. Начну с того, сказал он, садясь на мою постель, что я вам сочувствую от всей души и глубоко уважаю вашу жизнь. Здесь в городе вас не понимают, да и некому понимать, так как, сами знаете, здесь за весьма малыми исключениями все гоголевские свиные рыла. Но я тогда же на пикнике сразу угадал вас. Вы, благородная душа, честный и возвышенный человек. Уважаю вас и считаю за великую честь пожать вашу руку. Продолжал он восторженно. Теперь для начала нашей беседы скажите, не находите ли вы, что если бы силу воли, это напряжение, всю эту потенцию, вы затратили на что-нибудь другое, например, на то, чтобы сделать со временем великим ученым или художником, то ваша жизнь захватывала бы шире и глубже и была бы продуктивнее во всех отношениях. А не находите ли вы, что если все, в том числе и лучшие люди, мыслители и великие ученые, участвуя в борьбе за существование, каждый сам по себе станут тратить время на битье, щебня и окраску крыш, то это может угрожать прогрессу серьезной опасностью. В чем же опасность, спросил я, ведь прогресс в делах любви, в исполнении нравственного закона. Если вы никого не пробощаете, никому не в тягость, то какого вам нужна еще прогресс? Но позвольте, вдруг вспылил благово вставая, но позвольте, если улитка в своей раковине занимается личным самосовершенствованием и ковыряется в нравственном законе, то вы это называете прогрессом, почему же ковыряется, обиделся я. Если вы не заставляете своих ближних кормить вас, одевать, возить, защищать вас от врагов, то в жизни, которая вся построена на рабстве, разве это не прогресс? По-моему, прогресс самый настоящий и, пожалуй, единственно возможный и нужный для человека. Пределы общечеловеческого мирового прогресса в бесконечности и говорить о каком-то возможном прогрессе, ограниченном нашими нуждами или временными воззрениями, это, извините, даже странно. Благовоз спорил со мной горячо, но в то же время было заметно, что его волнует какая-то посторонняя мысль. Должно быть, ваша сестра не придет, сказал он, посмотрев на часы. Вчера она была у наших и говорила, что будет у вас. Вы все толкуете рабство, рабство, продолжал он. Но ведь это вопрос частный, и все такие вопросы решаются человечеством постепенно. Ну вот пришла и сестра. Увидев доктора, она засуетилась, встревожилась и доча же заговорила о том, что ей пора домой к отцу. Клеопатра Алексеевна сказал благово, убедительно прижимая обе руки к сердцу. Что станет с вашей батюшкой, если вы проведете со мной и братом каких-нибудь полчаса? Он был простосердечен и умел сообщать свое оживление другим. Моя сестра, подумав минуту, рассмеялась и повеселела вдруг, внезапно, как тогда на пикнике. После этого всякий раз, когда приходила ко мне сестра, являлся и благово. И оба здоровались с таким видом, как будто встреча их у меня была нечаянной. Без доктора она была тиха и грустна, и если теперь иногда плакала, сидя на моей постели, то уже по причинам, о которых не говорила. В августе речка приказал нам собираться на линию. Два дня перед тем, как нас погнали, в кавычках, за город, ко мне приехал отец. Он сел и, не спеша, не глядя на меня, вытер свое красное лицо, потом достал из кармана наш городской вестник и медленно, с ударением на каждом слове, прочел о том, что мой сверстник, сын управляющего конторой государственного банка, назначен начальником отделения в казенной палате. «А теперь взгляни на себя», – сказал он, складывая газету, – «нищий, оборванец, негодяй. Даже мещане и крестьяне получают образование, чтобы стать людьми, а ты, полознев, имеющих знатных, благородных предков, стремишься в грязь». «Но я пришел сюда не для того, чтобы разговаривать с тобою, но тебе я уже махнул рукой», – продолжал он придушенным голосом, вставая. «Я пришел за тем, чтобы узнать, где твоя сестра, негодяй. Она ушла из дома после обеда, и вот уже восьмой час, а ее нет. Она стала часто уходить, не говоря мне. Она уже менее почтительна. И я вижу тут твое подлое, злое влияние». В руках у него был знакомый мне зонтик. Я уже растерялся и вытянулся, как школьник, ожидая, что отец начнет бить меня. Но он заметил взгляд мой, брошенный на зонтик, и, вероятно, это сдержало его. «Живи, как хочешь», – сказал он, – «я лишаю тебя моего благословения». «Батюшки Светы», – бормотала за дверью нянька, – «бедная несчастная твоя головушка». «Ох, чует мое сердце чумно». Наступила дождливая, грязная, темная осень. «Я дня поутри сидел дома без дела или же исполнял разные немалярные работы. Например, таскал землю для черного наката, получая за это по двугрименному в день. Доктор благово уехал в Петербург, сестра не приходила ко мне. Редька лежала у себя дома больной, со дня на день ожидая смерти. И настроение было осеннее. Быть может, от того, что, ставши рабочим, я уже видел нашу городскую жизнь только с ее изнанки, почти каждый день мне приходилось делать открытия, приводившие меня просто в отчаянии. Те мои сограждане, о которых раньше я не был никакого мнения, или которые с внешней стороны представлялись вполне порядочными, теперь оказывались людьми низкими, жестокими, способными на всякую гадость. Нас, простых людей, обманывали, обсчитывали, заставляли по целым дням дожидаться в холодных сенях или в кухне, нас оскорбляли и обращались с нами крайне грубо. Осенью в нашем клубе я оклеивал обоим мечтальню и две комнаты. Мне заплатили по семи копеек за кусок, но приказали расписаться по двенадцати. И когда я отказался исполнить это, то благообразный господин в золотых очках, должно быть, один из старшин клуба, сказал мне, если ты мерзавец, будешь еще много разговаривать, то я тебе всю морду набью. И когда Лакей шепнул ему, что я сын архитектора, пол из него, то он сконфузился, покраснел, но тотчас же оправился и сказал, а черт с ним. Я оклеивал в клубе одну из комнат смежных с читальней. Вечером, когда я уже собирался уходить, в эту комнату вошла дочь инженера Должикова с пачкой книг в руках. Я поклонился ей. Я поклонился ей. А, здравствуйте, сказала она, тотчас же узнав меня и протягивая руку. Очень рада вас видеть. Она улыбалась и осматривала с любопытством и с недоумением мою блузу, ведро с клейстером, обои растянутые на полу. Я смутился, и ей тоже стало неловко. Вы извините, что я на вас смотрю так, сказала она. Мне много говорили о вас, особенно доктор Благово. Он просто влюблен в вас. И с сестрой вашей я уже познакомилась, милая, симпатичная девушка, но я никак не могла убедить ее, что в вашем опрощении нет ничего ужасного. Напротив, вы теперь самый интересный человек в городе. Она опять поглядела на ведро с клейстером, на обои и продолжала. Я просила доктора Благово познакомить меня с вами поближе, но, очевидно, он забыл или не успел. Как бы ни было, мы все-таки знакомы. Если бы вы пожаловали ко мне как-нибудь запросто, то я была бы вам чрезвычайно обязана. Она ушла в читальню, шурша платьем, а я, придя домой, долго не мог уснуть. Кто здесь? Сто лет назад! КОНЕЦ 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 Я получил в детстве религиозное образование и такое же воспитание, вспоминал Чехов однажды, с церковным пением, с встением апостола, с исправным посещением утренней, с обязанностью помогать в алтаре и звонить на колокольни. И что же? Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, то оно представляется мне довольно мрачным. Религии теперь у меня нет. Олег Николаевич Ефремов не стеснялся своего атеизма. У Чехова атеизм вырос из детской реакции отторжения. У Ефремова, пожалуй, он стал скорее наследием эпохи, в которой он жил. В эту же невеселую осень какая-то добрая душа, очевидно, желая хотя немного облегчить мое существование, присылала мне то чаю лимонов, то печеней, то жареных рябчиков. Карповна говорила, что приносила это всякий раз солдата, от кого неизвестно. И солдат расспрашивал, здоров ли я, каждый ли день я обеду. И есть ли у меня теплое платье. Когда наступили морозы, мне таким же образом в мое отсутствие солдатам прислали мягкий вязаный шарф, от которого шел нежный, едва уловимый запах духов. И я угадал, кто была моя добрая фея. От шарфа пахло ландышами, любимыми духами Анюты Благово. К зиме набралось больше работы, стало веселей. Редька опять ожил, и мы вместе работали в кладбищенской церкви, где шпатлевали иконостас для позолоты. Это была работа чистая, покойная, и, как говорили, наши споры. В один день можно было много сработать, и при том время бежала быстро, незаметно. Ни брани, ни смеха, ни громких разговоров само место обязывало к тишине и благочине, и располагало к тихим, серьезным мыслям. Ну, ты, Ефремов, ты безбожник, он же про это не может говорить. Да нет, отец был действительно верующим, но и православный, и я крещен, и поэтому, и так далее. Но так, чтобы регулярно, так сказать, ходить, церковь, по-моему, этого не было. За стол, когда садились, не крестились. Вот когда дед приезжал и садился за стол, тот крестился обязательно. Когда путешествую, в храмы захожу, но с исторической, скорее, точки зрения, вот так. Да и то последнее время тоже поднадоело это. Вот. А так нет. Нет. Хотя с няней, вот я помню, храм Христа Спасителя, ну, который еще не взорван был. Потому что там, ну, помню, в основном желтый песочек. Потому что вокруг храма были скамейки и желтый песочек. И мы, ребята, играли, естественно, не глядя же, все время наверх. Вот. За неделю до Рождества приехал доктор Благово. И опять мы спорили, и по вечерам играли на бильярде. Играя, он снимал сюртук и расстегивал на груди рубаху. И вообще старался почему-то придать себе вид отчаянного кутилы. Опять у меня стала бывать сестра. Оба они, увидев друг друга, всякий раз удивлялись. Но по радостному виноватому лицу ее было видно, что встречи эти были не случайны. Как-то вечером, когда мы играли на бильярде, доктор сказал мне, послушайте, отчего вы не бываете у Должиковой? Вы не знаете, Мария Викторовна, это умница, прелесть, простая добрая душа. Я рассказал ему, как весной принял меня инженер. Пустой рассмеялся доктор. Инженер сам по себе, а она сама по себе. Право, голубчик. Не обижайте ее, сходите к ней как-нибудь. Например, давайте сходим к ней завтра вечером. Хотите? Он уговорил меня. Но в другой день вечером, надевши свою новую криковую пару, и волнуясь, я отправился к Должиковой. Лакей уже не показался мне таким надменным и страшным. И мебель такую роскошную, как в то утро, когда я являлся сюда просителем. Мария Викторовна ожидала меня и встретила, как старого знакомого, и пожала руку крепко, дружески. Она была красива и изящна, но не молода, лет 30 на вид, хотя на самом деле ей было 25, не больше. Милый доктор, как я ему благодарна, говорила она, сажая меня. Если бы не он, то вы не пришли бы ко мне. Мне скучно до смерти. Отец уехал, оставил меня одну, и я не знаю, что мне делать в этом городе. Затем она стала расспрашивать меня, где я теперь работаю, сколько получаю, где живу. Вы тратите на себя только то, что зарабатываете, спросила она. Да, счастливый человек, вздохнула она. В жизни все зло, мне кажется, от праздности, от скуки, от душевной пустоты. А все это неизбежно, когда привыкаешь жить за счет других. Не подумайте, что я рисуюсь. Искренне вам говорю, неинтересно и неприятно быть богатым. Приобретайте друзей богатством неправедным. Так сказано, потому что вообще нет и не может быть богатства праведного. Она с серьезным, холодным выражением могли делать мебель, точно хотела сосчитать ее и продолжала. Комфорт и удобство обладают волшебной силой. Они мало-помалу затягивают людей даже с сильной волей. Когда-то отец и я жили небогато и просто, а теперь видите как? Слыханное ли дело, сказала она, пожав плечами. Мы проживаем до 20 тысяч в год в провинции. В это время послышался звонок и она встала. Расскажите мне что-нибудь веселенькое. Расскажите мне про маляров. Какие они? Смешные? Пришел доктор. Я стал рассказывать про маляров, но с непривычки стеснялся и рассказывал как этнограф. И вот, может быть, вам будет интересно, примерно такой же стол был у Чеховых и в Ялте. И когда мне еще студенту театрального училища Марья Павловна, с которой меня познакомили, показывала дом Чеховых и столовую, то рассказала такой и очень, по-моему, занятный случай. Все уже за столом, выходит Чехов, берет ложку, начинает есть суп, да как ее бросят на стол, да как раскричиться на всех, я на вас горблю, а мне горячего супа не могут дать, и пошел, и ушел. И ушел, говорила Марья Павловна, в кабинет к себе писать рассказ о Хаме. Доктор тоже рассказал несколько анекдотов из жизни мастеровых. Он пошатывался, плакал, становился на колени и даже изображая пьяного ложился на пол. Это была настоящая актерская игра, и Мария Викторовна, глядя на него, хохотала до слезки. Она смеялась, шалила, мило гримасничала, и это больше шло ей, чем разговоры о богатстве неправедном, и мне казалось, что говорила она со мной давеча о богатстве и комфорте, не серьезно, а подражая кому-то. Это была превосходная комическая актриса. Я мысленно ставил ее рядом с нашими барышнями, даже красивая солидная Анюта Благово не выдерживала сравнения с ней. Разница была громадная, как между хорошей культурной розой и диким шиповником. Мы втроем ужинали. Доктор и Мария Викторовна пили красное вино, шампанское и кофе с коньяком. Они чокались и пили за дружбу, за ум, за прогресс, за свободу и не пьянели, а только раскраснелись и часто хохотали без причины, за слез. Ну, чтобы не показаться скучным, и я тоже пил красное вино. Талантливые, богато одаренные натуры, сказала Должикова, знают, как им жить и идут своей дорогой. Средние же люди, как я, например, ничего не знают и ничего сами не могут. Им ничего больше не остается, как подметить какое-нибудь глубокое общественное течение и плыть, куда оно понесет. Разве можно подметить то, чего нет, спросил доктор. Нет, потому что мы не видим. Так ли? Общественное течение это новая литература выдумала. Их нет у нас. Начался спор. учиться нам нужно учиться и учиться, а с глубокими общественными течениями погодим. Да, учиться нам нужно учиться и учиться, а с глубокими общественными течениями погодим. Мы еще не доросли до них и по стовести ничего в них не понимаем. Вы не понимаете, а я понимаю, сказала Мария Викторовна. Вы сегодня Бог знает, какой скучный. Наше дело учиться и учиться, стараться накоплять, возможно, больше знаний, потому что серьезные общественные течения там, где знания и счастье будущего человечества только в знании. Пью за науку. Одно, несомненно, надо устраивать себе жизнь как-нибудь по-иному, сказала Мария Викторовна, помолчав и подумав. А та жизнь, которая была до сих пор, ничего не стоит, не будем говорить о ней. Когда мы вышли от нее, то в соборе било уже два часа. Понравилось? Спросил доктор. Не правда ли славная? В первый день Рождества мы обедали у Марии Викторовны, и потом в продолжении всех праздников ходили к ней почти каждый день. У нее никто не бывал, кроме нас, и она была права, когда говорила, что кроме меня и доктора у нее в городе нет никого знакомых. Время мы проводили больше участия в разговорах, иногда доктор приносил с собой какую-нибудь книгу или журнал и читал нам вслух. На крещение он опять уехал в Петербург. Он уехал утром, а после обеда пришла ко мне сестра. Не снимая шубы и шапки, она сидела молча, очень бледная, и смотрела в одну точку. Ее познабливало, и видно было, что она перемогалась. «Ты, должно быть, простудилась», — сказал я. Глаза у нее наполнились слезами, она встала и пошла к Карповне, не сказав мне ни слова точно, я обидел ее. И немного погодя я слышал, как она говорила тоном горького упрека. «Нянька, для чего я жила до сих пор? Для чего? Ты скажи, разве я не погубилась своей молодостью?» Она швырнула ключи в дверь, и они со звоном упали в моей комнате. Это были ключи от буфета, от кухонного шкафа, от погреба и от чайной шкатулки. Те самые ключи, которые когда-то еще носила моя мать. Уходя домой, сестра зашла ко мне, чтобы подобрать ключи, и сказала, «Ты извини меня, со мной в последнее время делается что-то странное». Все это было сто лет назад! КОНЕЦ КОНЕЦ